Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Сразу двумя предприятиями. Сам же Пырлок после увольнения планирует некоторое время отдохнуть, после чего реализовать себя на новом месте. Его уход вызван инициативой работодателя. В лице администрации города Кирова, пояснил Пырлок. Контракт с ним расторгнут без объяснения причины. С 9 марта он перестанет работать в АТП. Программа Экономика. Новые автобусы для Кирова подорожают на 10-20%. Ситуация в экономике усложнит жизнь автоперевозчиков и может сказаться на планах обновить автобусы в регионе, заявил в нашем эфире Денис Пырлок. Я вчера разговаривал с представителями дилеров. Новые прайсы в ближайшее время будут больше на 10-20%. Соответственно, тот миллиард, который выделили, его не хватит на то количество техники, которое было озвучено, по-моему, 74 или 75 автобусов. Сейчас на эту сумму можно приобрести не более 65 автобусов. Либо надо добавить до 200 миллионов. Комплектующие запчасти подорожали с этой недели на 20-30%. Топливо также с прошлого года подорожало. Терминал оплаты проезда тоже подорожали. Тахографы, которые необходимо установить в ближайшее время всем перевозчикам, они подорожали в цене на 80% за неделю. Добавлю также, что с апреля кировские власти рассчитывали поднять по просьбе перевозчиков тарифы на проезд. Банки начали возвращать себе деньги граждан. После повышения ключевой ставки они открывают вклады с высокими ставками на уровне 20%. О том, что за два дня клиенты принесли в рублях и валюте более триллиона по всей стране, сообщил Сбер. Альфа-банк, например, привлек 250 миллионов за этот же срок. Кировские региональные банки тоже объявляют о новых ставках. Хлынов анонсировал вклад со ставкой более 20%. Норвег обозначает самую высокую ставку 16,5%. Завершение курсов валют. Официальный доллар на сегодня. 111,76 рубля. Евро стоит 124 рубля 2 копейки. Ольга Белезина. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика». 101ФМ.